Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Негативного воздействия вод в размере Более миллиарда рублей Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева В Карачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Эшкакон Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров Площадь возможного затопления 55 га На указанной площади расположено 280 жилых домовладений проживает 1400 человек Оба сооружения разрушены на 70% На дамбах образовались прораны Существующие откосы дамб сильно деформированы Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба Работа по капитальному ремонту займут два года Новый электрокардиографический аппарат ЭК-12Т-01РД Получили и ввели в эксплуатацию в Зеленчукской центральной районной больнице Оборудование предназначено для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца у взрослых и детей С апреля текущего года с его помощью выполнено 2461 исследование взрослым пациентам и 335 детям Оборудование получено в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и достижения ключевых показателей национального проекта здравоохранения В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе Саулук Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск О том, какие работы ведутся на объекте рассказал главный архитектор бюро АРК-проект Ислам Крымшамхалов Проводим реконструкцию всего стадиона начиная от футбольного покрытия заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами и благоустройством прилегающей территории После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд необходимые санитарные помещения и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская вип-ложа Заместитель прокурора Карачаева Черкесии Артур Махов 28 июля проведет личный прием граждан в Прикубанском районе Мероприятие состоится 28 июля с 11 часов в прокуратуре Прикубанского района расположенной по адресу поселок Кавказский, улица Ленина 4 Жителям рекомендовано при обращении подготовить письменное заявление содержащее все сведения необходимые для его оперативного рассмотрения при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность дополнительная информация и предварительная запись на прием осуществляется по номеру 8 878 74 4 11 93 В Карачаево-Черкесии появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода в отдел полиции Малокарачаевского района обратилась 43-летняя жительница села Терезе она рассказала полицейским что ей на мобильный телефон позвонила женщина и предложила удаленную работу после чего они продолжили общение через приложение видеосвязи для демонстрации рабочего экрана телефона заявительницы далее действия указанием лжесотрудника женщина через приложение банка открыла овердрафт счет на сумму 30 тысяч рублей и перевела на указанный абонентский номер 8 888 рублей через некоторое время потерпевший позвонил мужчина который представился ведущим аналитиком и потребовал строго следовать его инструкциям женщина следуя его указаниям оформила в разных банках еще три кредита мошенник скопировал QR-код потерпевшей который отобразился на экране устройства через видеосвязь снял наличными в банкомате все денежные средства в общей сумме она перевела мошенникам более 1 миллиона рублей популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия» ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей по этой причине очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения а также развивать спортивную инфраструктуру в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в ауле Сарытюс идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса о необходимости строительства объекта в ауле рассказал председатель совета старейшин Абдурахман Даюнов оздоровительный центр комплекс был нужен давно дети особенно вот когда обучаются тут все хотели поехали в соседний аул чтобы заниматься спортом у нас не было такого строительства такого комплекса 10 студентов Северокавказской государственной академии совершили пеший переход Архыз Красная Поляна Сухуми путешественников встретили студенты Абхазского государственного университета перед переходом студенты СКГА несколько месяцев проходили подготовку в секции горный туризм и альпинизм 5-дневный переход состоялся в рамках сотрудничества между вузами Архыз в Карачаево-Черкесии станет площадкой для Большого кулинарного фестиваля КУНАК 30 и 31 июля Северокавказская ассоциация кулинаров соберет на курорте 50 именитых поваров из 21 региона Кавказа и Закавказья об этом рассказывает пресс-секретарь акционерного общества Кавказ.РФ Татьяна Поздеева В эти выходные курорт Архыз соберет лучших шеф-поваров Кавказа и Закавказья на Большой фестиваль По приглашению ассоциаций северокавказских кулинаров на Архыз приедет 50 именитых поваров со всей страны Главным событием фестиваля станет чемпионат из КФО Большие огненные игры Он станет частью всероссийских состязаний по приготовлению блюд из предложенного набора продуктов Кроме того будем готовить национальные блюда дегустировать их учиться их готовить на мастер-классах Заложим капсулу времени с аутентичными рецептами для потомков Также в программе концерты, салют и все, что создает атмосферу настоящего праздника Все главные события пройдут на центральной площади поселка Романтик Ждем всех 30 и 31 июля С 5 по 7 августа в поселке Архыс впервые состоится фестиваль музыки и науки Другой звук Альтерсона Мероприятие будет проходить на четырех площадках концерта классической музыки под открытым небом шесть научно-музыкальных походов в горы ежедневные музыкальные представления и археологические экскурсии в древнейшие христианские храмы Северного Кавказа и на руины Древнеоландского городища Всего более 30 различных мероприятий Участниками фестиваля Альтерсона будут 20 молодых музыкантов из Москвы А солисты лауреаты международных конкурсов Для юных музыкантов в Карачаево-Черкесии будут проведены мастер-классы по скрипке и кларнету от ведущих солистов Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии Организатором Альтерсона выступает фонд «Будущее время» В ауле Кубина состоялись седьмые игры народа Абаза В них приняли участие 315 спортсменов и более 3000 болельщиков Помимо команд абазинских аулов на седьмые игры народа Абаза приехали команды Абхазии из Тавропольского края которые представляли абазины Кисловодска Абазинская олимпиада как неофициально называют эти массовые соревнования завершилась общекомандной победой команды аула Кубина впервые добившейся такого успеха Мероприятие организовано Международным объединением Алашара при поддержке Министерства Карачаева-Черкесии по делам национальности массовым коммуникациям и печати Правительства Республики Мэрии города Черкеска и администрации Абазинского муниципального района С 12 по 15 августа в Москве на базе Центра художественной гимнастики Ильны Винер-Усмановой пройдет Всероссийская спартакеада среди сильнейших спортсменов по тэквондо 2022 года Карачаева-Черкесию на Всероссийской спартакеаде среди сильнейших спортсменов 2022 года представят три человека Это воспитанники Спортивная школа Олимпийского резерва имени Аслана Махова Маргарита Алиева в весовой категории 49 килограммов Агержаноков Амаль в весовой категории 68 килограммов и Александр Есипов в категории до 58 килограммов Тренируют спортсменов Рашид Ахмедов Мурат Хачуков и Тимур Кемрюков Радио России Карачаева-Черкесия Погода По сообщению синоптиков завтра по республике ожидается переменная облачность местами кратковременный дождь гроза В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду Температура воздуха до 26 градусов тепла В горах местами плюс 13-18 В Черкесске переменная облачность кратковременный дождь гроза Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду Воздух прогреется до 24 градусов выше нуля Это все новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Руфина Ковалева До новых встреч!